Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. На помощь снегоуборочной техники пришли эвакуаторы. На центральных улицах ночью развернулась целая операция. В Сочи почтили память жертв авиакатастрофы. Спустя 40 дней после трагедии во всех храмах прошли поминальные службы. Взял покататься, но забыл вернуть. В Адлере задержали угонщика, правда, для этого пришлось за ним гнаться. В Сочи открылось первенство Европы по настольному теннису. К столам выйдут более 100 спортсменов из 34 стран. Эвакуаторы пришли на помощь снегоуборочной технике. Накануне вечером проезжую часть центральных улиц курорта расчищали от оставшегося снега. Помехой в работе оказался припаркованный транспорт. Даже в местах, где разрешена остановка, авто мешали уборке снега. По центральным улицам курорта снегоуборочная техника прошла еще в первый день выпадения обильного снегопада. Но проезжая часть в ряде районов превратилась в увеличенное однополосное полотно, где с трудом разъезжался встречный транспорт. Припаркованные автомобили мешали работе спецтехники. Оставленные еще до стихии, они продолжали находиться на своих местах. Накануне вечером о необходимости переместить транспорт водители через громкоговоритель просили сотрудники ДПС. Тем, кто оставил телефоны на лобовом стекле, звонили лично. В итоге большую часть машин собственники убрали самостоятельно. А к ночи на помощь снегоуборочной техники пришли эвакуаторы. На данный момент я могу сказать, что в центральном районе города Сочи работает порядка семи единиц техники снегоуборочной, которые дочищают те последствия стихии, которые были в нашем городе. Припаркованный на проезжей части транспорт, он мешает хорошей качественной уборке снега спецтехникой. Поэтому огромная просьба к жителям все-таки убирать свои машины с проезжей части. Пока машину перемещают в сторону, участок расчищают дорожники, после чего автомобиль возвращают на место. Задача привести в порядок центральные магистрали города. Добирается спецтехника и в высокогорные районы города. Сегодня уже все пассажирские маршруты работают в обычном режиме. Расчищают и пешеходные зоны. Сегодня нет. А вообще проблемы были. Вчера обратил внимание, прямо чистили тротуары. Человек, наверное, 15. Помогал. Чистил дома. А как же? Все, мы сочинцы. Потихонечку чистят. Но снега просто много. Я думаю, мы сами не местные. Для Сочи это достаточно редкий такой феноменальный случай. Не было никаких проблем. Ездили с коляской, гуляли с детьми, лепили снеговиков. Все, в общем, было отлично. Никаких проблем не возникало. В ближайшее время, согласно прогнозу синоптиков, осадки можно ожидать только в виде дождя. Да и до минусовых отметок температура падать не будет. Рината Шипулина, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Краснодарский край готов поставлять пшеницу в Бахрейн. О перспективах в сотрудничестве сегодня на встрече говорили губернатор региона Вениамин Кондрасев и посол королевства в России Ахмед Аль Сати. В 2016 году внешний торговый оборот Кубани с арабским государством составил всего 21 тысячу долларов. Однако Бахрейн заинтересован в поставках краснодарских продуктов на свой рынок. В первую очередь пшеницы, овощей, фруктов и мяса. Если мы придем к какому-то пониманию, то мы готовы выйти на совместное предприятие по созданию зернового терминала по экспорту пшеницы в Бахрейн. Мы готовы также вместе с вами распределить проект о создании совместных предприятий по переработке всей сельхозпродукции, которая сегодня выращивается на территории Краснодарского края. Наша сегодняшняя основная задача, конечно, сделать так, чтобы королевство Бахрейн получило надежного партнера, качественного поставщика продуктов питания на ваш рынок, в вашу страну. А мы, конечно, получили того партнера, который позволит нам создать дополнительную, добавленную стоимость к нашей сельхозпродукции и также осваивать те рынки, которые сегодня еще только у нас в разработке. Мы импортируем пшеницу из США, это очень далеко для нас. Я знаю, что самая лучшая пшеница в мире российская, и я предложил бы как можно скорее начать поставку кубанской пшеницы в страны Персидского залива. При этом у Краснодарского края есть преимущество в расстоянии, здесь несколько морских портов. Если мы сможем сотрудничать, то для Кубани откроется большой рынок сбыта не только в Бахрейне, но и в остальных странах Персидского залива. Ахмед Аль-Саати также предложил Вениамину Кондратьеву подумать над тем, чтобы Краснодар и столица Бахрейна Манамо стали городами-побратимами. Парк 80-летия образования Кубани будет заложен в каждом районе. Такое поручение Вениамин Кондратьев дал главам муниципалитетов. Губернатор провел заседание оргкомитета по подготовке юбилея Краснодарского края. К созданию новых парков привлекут всех неравнодушных жителей региона. Каждое мероприятие, посвященное Дню рождения Кубани, не должно быть организовано для галочки, отметил Вениамин Кондратьев. Праздник в первую очередь нужно сделать для жителей и гостей края. И большие затраты здесь не понадобятся, уверен глава региона. У нас достаточно много самодеятельностей. У нас певучий край, у нас творческий край, у нас край, который самобытный. И, знаете, он настолько полон талантами, что покупать дорогих артистов, и даже не очень дорогих, коллеги, ни краевому центру, ни муниципальным образованием не нужно. Праздник не в дорогих артистах, а праздник в душе. И для кучки людей, в том числе для чиновников, или для бизнесменов. Праздник для жителей края. И мы должны сделать все, чтобы жители края этот праздник ощутили. По-настоящему жители не протокольные мероприятия, куда их согнали или заставили прийти, а где они сами примут участие в этом празднике. В преддверии юбилея важно вспомнить и о тех, кто создавал экономику Кубани и продолжает трудиться на благо малой родины, считает Вениамин Кондратьев. По поручению губернатора к 80-летию края выпустят памятные медали. А о ветеранах Великой Отечественной войны, героях труда создадут цикл сюжетов на местных телеканалах. Для нас любой ветеран, неважно это фронтовой или ветеран труда на без золота, сегодня для нас. Потому что это память о той мощи людей, которые сегодняшнюю мощь создали. У нас есть чем гордиться. Дети-комбайнеры, где-то молодежь, которая на комбайнах вкалывает. Дети-весоводы, которые создали миллион тонн кубанского леса. Где еще многие-многие-многие, которые сегодняшнюю Кубань создают. И коллеги, вот сейчас главы муниципальных образований меня слышали. Не стесняйтесь в благодарностях за подпись именно губернатора. Готовьте списки, почетный грамот и медали в том числе. И ничего страшного, что это будут стопки. Пусть это будут стопки, но заслуженных людей. Мы должны отметить. Все, кто достоин отметить. Помимо 80-летия образования края, в этом году на Кубани еще один юбилей. 225 лет – начало освоения казаками кубанских земель. Праздничные мероприятия стартуют уже в феврале и будут продолжаться весь год. Мы уже запустили ряд проектов, в том числе и краевический конкурс «Кубань. Крайство народов». У нас запланирована патриотическая автоэкспедиция «Жемчужина России». Ну и самое главное, мы запускаем кубанскую кругосветку. Кубанское казачье войско планирует провести именно комплекс мероприятий в течение всего 2017 года. Прежде всего разрабатывается цикл занятий обязательно с учащимися казачьих классов, на которых детям расскажут об основных веках истории кубанского казачьего войска и нашего края. Торжественные мероприятия будут проходить в каждом муниципалитете, а вот основное празднование состоится в сентябре в краевой столице. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. В России почтили память жертв катастрофы Ту-154. Напомню, 25 декабря самолет Минобороны направлялся в сирийскую Латакию. Практически сразу после взлета из аэропорта Адлер он упал недалеко от побережья. Выжить не удалось никому. Сегодня в Москве и Сочи прошли поминальные службы. С момента трагедии прошло 40 дней. Сегодня у Адлерской набережной слышно только чаек и шум волн. Массовые поисковые операции в акватории моря завершены, но до сих пор водолазы ищут и находят обломки самолета и фрагменты тел погибших. На борту самолета были 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные и госслужащие. На протяжении 40 дней во всех российских храмах ежедневно проходили богослужения, во время которых поминались все 92 имени трагически погибших. Поминальные панихиды прошли и сегодня. В Сочи служба прошла в более чем 30 храмах. В Свято-Троицком заупокойное богослужение совершил благочины Алексей Стаднюк. Во всех храмах Русской Православной Церкви, начиная от Москвы, храма Христа Спасителя, начиная с молитвы первосвятительской патриарха Кирилла и до какой-то деревеньки, будут возноситься молитвы о том, чтобы Господь принял их невинные такие жертвы. Отстоять поминальную службу только в Свято-Троицке храм пришли без преувеличения сотни людей. Это и постоянные прихожане, и представители общественности, и студенты. Тяжело осознавать такую большую утрату, тем более это были люди, которые были известны, очень знаменитые и очень много сделали уклада для страны, для наших международных отношений. И, конечно же, мы скорбим по такой утрате. Для всех желающих почтить память погибших россиян в храме не хватало места. Тем не менее, оставить свечу и отдать дань уважения и скорби смог каждый. Мы, конечно, все очень скорбим. Нас глубоко тронула эта трагедия. И никогда не забудем о тех людях, которые погибли. У нас все так в жизни происходит, что нас всегда сплочает горе. Чтобы мы поняли, что мы нужны друг другу, что мы важны друг другу, что мы должны рядом быть и помогать. Вечером в память о погибших в авиакатастрофе прошел концерт-реквием сочинского симфонического оркестра. В зале органа и камерной музыки звучали классические произведения Баха, Шуберта, Брамса и других композиторов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Угнал автомобиль, но без цели хищения. В Сочи инспекторы полка ДПС по горячим следам раскрыли преступление. Об угоне своей 15-й модели ВАЗа в дежурную часть полиции сообщил 26-летний сочинец. По словам потерпевшего, машина была припаркована на улице энергетиков, а ключи от транспорта находились в салоне. Оперативный дежурный ДПС ориентировал все наряды ДПС на розыск угнанного автомобиля и задержание подозреваемого. В результате машина была обнаружена на улице Авиационной. На требования инспекторов остановиться водитель не отреагировал, но в результате погони сотрудникам полиции удалось блокировать автомобиль и задержать подозреваемого. Злоумышленником оказался 22-летний житель соседнего региона. Как объяснил задержанный, машину он угнал с целью покататься. Автомобиль возвращен владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, это лишение свободы на срок до 5 лет. Торговать в незаконных местах себе дороже. Несанкционированные объекты в Сочи будут снесены. С этой целью власти города обращаются в суд. Уже там принимается решение о судьбе торговой точки. Так в Адлерском районе освободили очередной участок муниципальной земли от незаконной постройки. Болгарка в руках, час работы и участок муниципальной земли скоро окажется свободным от незаконного объекта. Несколько лет назад этот каркас выполнял роль основы небольшого торгового павильона. Потом магазинчик закрылся, а его хозяин не продлил договор аренды на землю с администрацией района. Требования демонтировать строение проигнорировал. Началось судебное разбирательство. Но даже после вынесения решения о принудительном сносе, собственник ничего не предпринял. За дело взялись судебные приставы. В настоящее время службой приставов осуществляется исполнение решения суда. Гражданин, который возвел данный объект с 2013 года, был обязан за свой счет демонтировать данный объект и освободить земельный участок. Только в прошлом году было направлено 130 писем в полицию для принятия мер по пресечению факта вне санкционированной торговли и размещения нестационарных торговых объектов вне утвержденной схемы размещения. Хотя специалисты отмечают, что подобного рода явлений в районе становится все меньше. В администрацию поступают различные жалобы, обращения организаций, предпринимателей, граждан. Мы обязаны реагировать. И в принципе, ежедневно проезжая территорию района, проводя мониторинг соответствующий, мы тоже обнаруживаем факты не санкционированной торговли, факты размещения объектов. К незаконным объектам в Суче относятся не только торговые точки. Борьбу ведут и со строителями якобы жилого фонда, а по факту с простыми мошенниками. С начала года отделом правового обеспечения земельного контроля подано в суд 205 исковых заявлений о сносе самовольных построек. Уже принято решение об аресте, наложению запретов на ведение строительных работ и подключение спорных объектов недвижимости к инженерным коммуникациям. В бюджете 2017 года мы предусмотрели средства в размере 13 миллионов рублей на снос незаконных строений. Небольшие деньги, но я думаю, что на примере тех зданий, которые мы будем сносить, остальным будет неповадно. Когда мы сносили такое здание в Адлере, в Амеретинской долине, хочу сказать, что на два месяца незаконное строительство в городе просто было замерло. Сейчас в Сочи самовольные постройки выявляют, как правило, на начальном этапе строительства. Часто эти действия позволяют спасти будущих покупателей от обмана и потери денег. А для застройщиков такие методы являются прямым призывом отказаться от преступных схем работы. Инга Габешия, телекомпания ФКТ Малый бизнес в Сочи увеличился на 1400 субъектов. Такие результаты показал минувший год. О важности развития малого и среднего бизнеса и необходимости работать в соответствии с законом говорили накануне во время совещания с предпринимателями. Встреча прошла в Лазаревском районе. Расскажет Татьяна Говоркова. Это первая встреча с индивидуальными предпринимателями, но далеко не последняя. Проблем у малого и среднего бизнеса в Сочи немало, и все вопросы требуют обсуждения. Начали с трудоустройства, ведь открывая то или иное предприятие, предприниматель предоставляет рабочие места и платит налоги. За последний год на курорте открылось около полутора тысяч новых объектов. Чтобы стимулировать их развитие и поощрять бизнесменов, государство предоставило удобный налоговый режим. В Краснодарском крае введена нулевая ставка первого года работы для предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах. В первую очередь это, конечно, финансовая поддержка, то есть субсидируются субъекты предпринимательства, находящиеся на ранней стадии деятельности, для тех, кто получает лизинг и для тех, кто берет проценты по кредитам. Также существует имущественная поддержка, которая оказывается путем предоставления коммерческих площадей по более выгодным, чем рыночные цены. Развиваться предпринимателям помогают и интеллектуально. Проводятся семинары и мастер-классы. Накануне в силу вступило новое законодательное требование. Введены кассы нового образца. В режиме онлайн они передают отчеты сразу в налоговую инспекцию. Это избавляет бизнесменов от бумажной волокиты и способствует прозрачности финансовых расчетов. В Сочи такие аппараты уже установили многие предприниматели, в их числе и руководители детской площадки в одном из крупных торговых центров. В связи с изменениями, актуальными в законодательстве, мы купили новый кассовый аппарат для нашего администратора. Ничего абсолютно не поменялось. Операции ровно те же. Она пробивает чек. И, собственно, вся разница лишь в том, что данные автоматически по окончанию каждой смены отправляются в налоговую. Эта технология также помогает бороться с так называемыми серыми схемами. Теневой рынок рабочей силы – одна из болевых точек Сочи. С прошлого года в городе работает специальная комиссия по выявлению неформальной занятости. Выписано штрафов на 10 миллионов рублей. Но, несмотря на всю работу, проделанную администрацией в этом направлении, инспекторы по-прежнему выявляют тех, кто выдает работникам зарплату в конвертах. Поэтому эту проблему обсудят еще раз во время подобных встреч с предпринимателями курорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Арак Таян, телекомпания ФКТ. В Сочи заложат сквер имени Венчагова. Сергей Ильич – художник-дендролог. В прошлом веке он создал неповторимый сочинский стиль озеленения. Ну а каким будет новый сквер? Лучший проект выберут на открытом архитектурном конкурсе. А его итоги подведут на новом для Сочи фестивале «Венчагов-фест». Фестиваль стартует завтра, а сегодня прошла пресс-конференция с участием организаторов. Первый городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики «Венчагов-фест» станет финальным аккордом открытого архитектурного конкурса на проект сквера имени Венчагова. Сергея Ильича сочинцы знают по зеленым уголкам. В советское время ими был украшен курорт. Некоторые удалось сохранить и до сегодняшнего дня. Например, вот этот на торговой галерее. Именно Венчагова называют создателем неповторимого сочинского стиля озеленения. Маэстро, который невероятно просто на каком-то своем удивительном диалекте общался с природой. И природа настолько была отзывчива, что в его руках каждый предмет становился предметом искусства. Но каким будет новый сквер, станет известно уже в воскресенье. А познакомиться и проголосовать за понравившуюся концепцию благоустройства пешеходной зоны возле Зимнего театра и уголка фитофантазия можно на сайте archdefissochi.ru или на площадках фестиваля. Воплотить проект в жизнь планируют до конца лета. 27 августа Венчугову исполнилось бы 90 лет. В целом же фестиваль «Венчугов-фест» включает в себя научно-практическую конференцию по ландшафтному дизайну и малым архитектурным формам, день открытых дверей Сочинского дома архитекторов, а также городской праздник. Все это с 3 по 5 февраля. Основные площадки – органный зал, Зимний театр и дом архитекторов. В Сочи в Федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт» сегодня открылось первенство Европы по настольному теннису. Проводится оно среди спортсменов до 22 лет. К столам в дни соревнований выйдут более 100 спортсменов из 34 стран. За матчами первого дня турнира наблюдала наша съемочная группа. Молодежное первенство Европы по настольному теннису, несмотря на то, что проводится впервые в истории, объединило немало участников. Это мастера мяча и ракетки из 34 стран. Подобный турнир, в котором принимают участие теннисисты до 22 лет, говорят и организаторы, и тренеры, был просто необходим. У нас была проблема. Мы всегда теряли спортсменов, вышедших из 18-летнего возраста в старший возраст. Потому что в сборной закрепиться сложно, и необходимо было время для того, чтобы проявить себя и показаться тренером сборных подольше. Но организм еще юный совсем, и проявить себя не удавалось первые два года. А потом спортсмен постепенно уходил в другие направления деятельности, и мы таким образом теряли. И именно первенство Европы даст молодым спортсменам дополнительное время для того, чтобы закрепиться в национальных командах. Такой воспользовались более ста теннисистов. Мы, вся наша сборная Италии, очень хотим на этом турнире выступить достаточно хорошо, показать себя. Вообще, конечно, у нас большие ожидания от этого турнира. Сегодня, в первый день турнира, стартовал первый этап чемпионата. Всего в одиночном разряде игроков ждет три таких этапа. Среди девушек неплохие шансы на победу у румынок и немок. Среди юношей основные претенденты на золото – спортсмены из Швеции, Словении, Хорватии и Венгрии. Они занимают первые строчки в списке сеянных игроков, первенства и высокие позиции в мировых рейтингах. Но, что касается россиян, то задача минимум от тренерского штаба в одиночном разряде – это войти в восьмерку сильнейших. Ну, а стартовали наши ребята неплохо. Я играла с итальянкой, выиграла 4-0. Ну, для начала нормально, но несколько сетов были такие напряженные. Но будем стремиться выиграть медаль. Что касается парного разряда, здесь есть все шансы на медали. Итоги первого в истории молодежного чемпионата Старого Света по теннису в Сочи подведут 5 февраля. В этот день запланированы финальные встречи и в одиночном, и парном разряде. Рената Шипулина, Ольга Десятого, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ. 12 февраля стартует первый открытый кубок горно-туристического центра «Газпром» по горным лыжам и сноуборду. Дата выбрана не случайно. Именно 12 февраля стартовали зимние Олимпийские игры в Лилихаммере и в Ванкувере. 12 февраля курорт откроет свои двери для любителей и профессионалов, желающих получить призы от курорта и партнеров соревнований. А это магазин спортивных товаров A&G Premium Sport, магазин спортивных товаров Альп Индустрия, парк приключений на высоте Sky Park и кинотеатр Luxor. Генеральный партнер – группа компаний Sky Club. Это сеть профессиональных прокатов и школа инструкторов в Красной Поляне. Среди призов за первое место в номинации «Профессионалы» – это сертификаты на покупку в магазине партнера и посещение развлекательного центра «Галактика». В номинации «Любители» главный приз – проживание в пятизвездочном гранд-отеле «Поляна». Призы и сертификаты на покупку спортивных товаров, билеты на экстремальные аттракционы. Также подарки подготовил бар-ресторан «Агава Ред» в развлекательном центре «Галактика». Предварительная регистрация участников открыта по 11 февраля включительно по телефону 8 928 854 86 03. Участие в соревнованиях бесплатное, скипас приобретается отдельно. Для болельщиков предусмотрена специальная цена на экскурсионный скипас. Для участия в соревнованиях нужна спортивная страховка. Ее можно оформить в день мероприятия. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.